Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря долгожданная статистика из США по инфляции. Этот отчет невозможно переоценить. Нужно помнить, что он напрямую влияет на действия Федрезерва, поскольку все решения, которые принимались раньше и будут приниматься, они как раз направлены на то, чтобы обеспечить устойчивое, последовательное снижение инфляционного давления ближе к целевому ориентиру в 2%. Сейчас инфляция в США находится на значении повыше и в 3,1%. И, соответственно, Федрезерву еще предстоит проделать какую-то работу. Но мы понимаем, что еще год назад показатель был существенно выше. Поэтому все, что сделал американский регулятор за последний год, принесло же свои плоды и обеспечило снижение инфляции почти к 3% уровню. Данные по инфляции сегодня точно станут источником значительной волатильности доллара, поскольку доллар влияет на инструменты прочие Форекса, волатильность будет сфиксирована везде. И это также характерно и для активов фондового рынка, и для рынка долгового. Особый акцент, конечно же, делается на американские трежерис и облигации. Мы за ними тоже очень внимательно следим, потому что вообще идея о потенциальной слабости американского доллара, индекса доллара, она частично основана на ожиданиях неизбежного снижения доходности казначейских облигаций. И я рассчитываю на то, что уже в перспективе 2-3 месяцев те же самые 10-летние трежерис будут торговаться в районе 3,5-3,6%. При таком сценарии, конечно же, скорее всего, индекс доллара уже точно закрепится ниже психологической планки 100 фунтов ровно. Данные по инфляции выйдут в 13.30 по GMT. В это же самое время выйдет еще и отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. Еженедельная статистика не думает, что она сможет конкурировать по значимости и влиянию с данными по инфляции, но этот релиз тоже нужно будет разобрать, потому что, по сути, мы формируем представление состояния американского рынка труда на основании вот этих вот еженедельных 4 отчетов в месяц. И по прогнозам, кстати, ожидается, что на прошлой неделе количество первичных заявок выросло до 210 тысяч с 202. Это показатель хуже, чем мы наблюдали за последние недели, но стоит признать, я это отмечаю, что 210 тысяч, даже в случае роста до этого значения, это все равно хороший показатель, который указывает на прогрессирующий рынок труда. Давайте по порядку. Индекс доллара 101.95. Мы снова ниже 102 пунктов. Рынок сейчас уже точно не будет лезть в рынок, точнее трейдеры, ожидая выхода данных по инфляции. Это тот самый отчет, который лучше подождать, чтобы потом уже принимать верные торговые решения. И нужно готовиться к тому, что сегодняшний день будет закрыт по этому инструменту на совершенно других значениях. Я думаю, что мы с большой долей вероятности перейдем к развитию нисходящей динамики и, может быть, окажемся поближе даже к уровню 101 пункта. Основной акцент нужно сделать не только на индекс потребительских цен, то есть ее основные компоненты, то есть где ожидается снижение с 3,2 до 3,1%. Куда большее значение для рынка имеет базовая инфляция, потому что именно на основании базового индекса потребительских цен Федрезерв принимает решение о том, стоит ли менять монетарную политику. И, собственно, прогнозируется снижение базовой инфляции с 4 до 3,8%. Нисходящая тенденция сохраняется. И это лично мое мнение усиливает относительно того, что Федрезерву придется сделать ход к нему и все-таки начать уже корректировать монетарную политику. В данном случае рассмотреть возможность снижения ключевой процентной ставки по итогам мартовского заседания. В результате индекс доллара потенциально сегодня и до конца недели может оказаться под приличным давлением. Если вы сомневаетесь в том, что такой сценарий возможен, я рекомендую еще раз пересмотреть, переосмыслить последние релизы, потому что с отчетом по инфляции шутить не стоит. Это очень важная статистика. И лучше бы до выхода этого релиза уже иметь какое-то представление о том, что может произойти с долларом. И действовать в соответствии с убеждениями, с четким пониманием общей фундаментальной картины. По золоту 2031 доллара за трость к унсу. Пока что мы не проявляем активности. Здесь стоит обязательно дождаться выхода данных по инфляции, посмотреть за тем, как изменится рыночный сентимент. Полагаю, что какие-то рекомендации будут даны уже завтра. Европейская валюта. Даже без выхода данных по инфляции пара евро-доллар вплотную подобралась к сопротивлению 1.10. 1.09.80 текущей котировки в соответствии с нашим с вами сценарием. Поддержку евро оказывает текущее локальное снижение курса американского доллара. Еще здесь стоит отметить комментарии управляющего члена Европейского центрального банка Франсуа Вильруа, который также еще и уславляет Банка Франц. О том, что Европейский центральный банк не начнет снижать процентную ставку до тех пор, пока не получится убедительное свидетельство стабилизации, либо устойчивого движения индекса потребительских цен к целевому ориентиру по 2%. Мы на этой неделе много раз уже делали акцент на рост индекса потребительских цен в еврозоне, который был зафиксирован в декабре. Это 2,9%. Поэтому, да, ИЦБ еще предстоит здесь точно проделать куда больше работы, чем потенциально Федрезерву. И учитывая то, что Европейский центральный банк с большой долей вероятности будет смягчать монетарную политику одним из последних, я думаю, что 1,10% это точно не предел для роста главного валютного риска, и мы можем увидеть значение повыше. Британская валюта 1,2764 в соответствии с нашими ожиданиями. Глава Банка Англии Эндрю Бейли, выступая в парламенте, все-таки сделал заявление о том, что очень важно удерживать ставку высоко, потому что ключевым приоритетом для регулятора является борьба с инфляцией. Это оказало поддержку фонту, поэтому мы сейчас наблюдаем котировки уже выше отметки 1,2750. Наши долгосрочные цели остаются прежними 1,30. Мы уже частично можем быть уверены в том, что эта цель будет достигнута, потому что Банк Англии не собирается менять монетарную политику. Мы ждем также еще блок сильной статистики по Англии, который выйдет в эту пятницу. Данные по ВВП и промышленному производству. В частности, ВВП в ноябре, скорее всего, выросла на 0,2%, а промышленное производство прибавит сразу на 0,7%. Очень хорошие показатели, которые могут убедить Банк Англии в том, что можно еще поддержать ставку высоко, потому что экономика вроде бы как адаптируется к жестким условиям кредитования. И сегодня, конечно же, как я отметил, мы ждем реакции фунта на отчеты по инфляции в США, потому что в случае снижения курса американского доллара, рисковые инструменты точно получат солидную достойную поддержку. S&P 500, 4827 пунктов. И здесь тоже рост, друзья, мы буквально в нескольких пунктах новых исторических максимумов. И чем больше рынок будет убежден в том, что у Федрезерва есть больше оснований начать смягчать монетарную политику, тем быстрее мы увидим значение 4,900 и 5,000 пунктов. В эти ориентиры я предлагаю верить и вам. Биткоин 46,400 долларов. Как вы знаете, надеюсь, из последних новостей, то, что ETF на биткоин одобрен, поэтому сегодня стартуют торги. Ждем притока институционалов, как уже отмечалось ранее, дополнительная ликвидность и дополнительные интересы к в целом криптоиндустрии. Биткоин, как родоначальник всех криптовалют, может оказаться в лидерах роста и в перспективе ближайших месяцев протестировать сопротивление 50 тысяч и забраться еще выше. Также рекомендую обратить внимание на австралийцы против доллара 0,6720 текущей котировки. Целевой ориентир предлагаю рассмотреть на отметке 0,68. Поддержку австралийцу оказывает национальная макроэкономическая статистика, в частности, роничные продажи, которые выросли в прошлом месяце на 2%. Количество выданных разрешений на строительство тоже положительная динамика, рост на 1,6 против прогноза снижения на 2%. И, опять же, в купе с ожиданиями слабости конкурента австралийского доллара, американской валюты, думаю, то, что 0,68 потенциально значение, которое может быть протестировано уже до конца текущей недели. И рынок нефти. Здесь уже снижение, тоже, как мы и прогнозировали, 77 долларов за баррель текущей котировки. Данные по запасам нефти США от администрации нафетической информации указали на их рост на 1,3 миллиона, что является логичным следствием того, сколько нефти добывается в Штатах. И я полагаю, что данная тенденция сохранится, поэтому, ну, как минимум, один статистический еженедельный релиз будет точно периодически топить котировки бренд и WTI. Целевой ориентир по бренду – это движение ниже 75 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.